Привет-привет! Сегодня у нас 12 сентября. У нас в Одессе очень потеплело. Первые дни сентября были такие холодные. Сейчас очень хорошая погода, очень тепло, солнечно, легкий бриз. Много швызлонков убрали, поэтому такой простор открылся. Так как великолепная, роскошная погода, мы решили все-таки прийти на пляж. Уже не знаем, как покопаться, но то, чтобы подышать воздухом, это 100%. Но если честно, мы уже даже некоторые пляжные принадлежности спрятали, обувь помыли и спрятали, но теперь сегодня пришлось все доставать, потому что тепло, жарко. Вода градусов 20, не сильно теплая. Ну почему мы не поднимаемся? Потому что, видишь, она не очень такая теплая. Я не буду, если ты хочешь, ты можешь покупаться. Опять трепила водоросли. Снимала я 9 сентября. Водорослей уже практически не было. Был такой чистый-чистый песочек, чистый берег. Сейчас опять трепила водоросли. Ну, дальше водичка чистая. Чистая водичка, но люди как цапливы. Перешупают. Теплая, да, да? Не очень, да, градусов 20, да, наверное? Меньше, да? Я смотрю, так все заходят аккуратненько. Они постояли и выходят, да? Спасибо. Сначала прохладно и горят, но им еще 20. Что, Максим, когда нашел медузу? Сколько медуз поприбивало. Ну, это все уже неживые медузы. Помнишь, какие мы большие медузы видели на Чкаловском пляже? И они были живые. Даже с одной медузой познакомились. Ну, сегодня очень много народу. Выходной день. Последние теплые дни. В общем, лет у нас продолжается. Люди, видите, купаются не активно, а так передвигаются, ходят. Туда-обратно, туда-обратно. Водички. Что, Максим, ты нашел часть медузы и хочешь ее взять домой, да? Да. На этой стороне, это музей. Это музей. Такой музей. Сортировочный, да? Между Лузановкой и сортировочный. Здесь очень много водорослей. Буквально за несколько дней. Девятого вообще ничего не было. Как-то медузка прибивала. Морской мир. Говорит, мягкая. Но это все вот, это все, это все водоросли, поэтому мягкие. Дружинистые. Видите, все исследуют, все интересно. Сейчас очень хорошая погода. И направдывает свое название бархатный сезон. Потому что совершенно нет пекла, не жарко. Очень приятная температура. Чем дальше идем, тем больше залежи водорослей. Чем больше водорослей, тем больше людей. Да, и людей здесь много. Потому что здесь в Канде, здесь всегда очень много народу. Так, ребята, нашла что-то интересное. Сейчас вам покажу. И вот в этом графине пиво. Там есть краник и можно набирать. Вот девочки отдыхают. Народ расслабляется, нежится. Так, Максимка нашел стаканчик. Сейчас он вложит часть медузы в стакан. Хочет принести домой. Нормально, как раз натуральная стихия. И морская вода, и песочек. Нормально вода ведет? Да. Народу очень много. Вот сейчас, что наблюдаю, много одесситов пришло на пляж. Потому что некоторые прямо такие белоснежные. Многие люди не загорелы. Это уже значит одесситы. Пришли на пляж. Уже видно по манере разговора, по вещам. По одежде. Мы пришли прогуляться. Вот мы уже подходим к продмашу, дом Павлова. Здесь тоже довольно много людей. Видите, и без зонтиков. Сейчас солнце в зените. Но оно не обжигает. И очень чувствует морской воздух. Чтобы брать, придешь на пляж. Вроде воздумали, но не ощущается так. Сейчас такой насыщенный. Так, мы дошли уже. До дома Павлова все вернем. Вернем. Максим захотел пройтись через дом Павлова. Посмотрим, вот как там в сентябре. Есть люди отдыхающие? Или нет? Вот массаж делают. Сейчас спросим стоимость. Когда-то в комментариях просили узнать. 250 гривен, 35-40 минут по времени. Для тех, кто на канале впервые. Это такая база отдыха. В Лузановке у них есть сайт. Эффициент можно посмотреть. Каждый месяц отличается. Июнь, июль, август, сентябрь. Примерно 900 гривен. Двухместный номер. Есть дороже, есть чуть дешевле. Да, есть ВИП-номера. Там полторы тысячи в сутки. Да, деревянные домики. Прямо там не домики, а как в секции. Сейчас покажем. С лабиринта в лабиринт. Ты ходишь. Сейчас поднимемся на третий этаж. Посмотрим на море. С высоты третьего этажа. Так плющом все заросло. Поднимаемся. Да, подчет. Всегда так тихо, спокойно. В домах отдыха. Крыша, и вот море видно. Да, красиво. Ты еще здесь не был? А, видишь, могу и впечатление. А, выводы расходили далее. Здесь высокий заборчик, чтобы никто не упал. Сейчас давай пройдемся туда. Мы там спустимся. Здесь третий этаж. Ну, потому что впереди здание такое деревянное. море не видно. А, ты к ней ноги. А, видишь, типа биседя ног такой и к ней на ключ. А, и там не пройдешь уже. Все. Купик. Нет, можно выйти. Вот лесенка. Фонтан в этом году не включали. Даже никогда не видела, что выход на крышу есть. И тоже номер. Вот это второй этаж. Такой ковыряться и ковыряться. Пошли туда. Туда? Ну, пошли туда. Почему бы и да? Эту корову создал художник Артур Пласт. Да, и номер телефона. А вы кому-то надо будет тоже сделать. Мне кажется, что мы когда-то делали такое... Это когда бинт, клей, бинт, клей. Марля. Марля, вернее. Марля не лекарство используется. Ну, такое на ощупь и по текстуре. Очень похоже. Марля, это лекарство. Ну, не только для этого, Максимка. Да, люди есть. Немного, но есть. С ресторана приятно пахнет. Не спешила бы, вообще не пахнет. Только что повеяло. Пришли в беседку. Здесь всегда много рыбок. Ну, это прикольно, что туда можно в ландернице собирать монетки. Там какой-то... Там фигурка спает. Фигурка спает уже. Там даже конфеты. Давай я туда верну. Гном. Гномик. Вышли на пляж через боковую дверь. Вот эта сторона. Выход окон на море. Здесь тоже берег. Весь в водорослях. Здесь очень мало народу. Практически никто не купается. Буквально вот за несколько дней столько водорослей. Сан-марин обновленный. Шезлонги. Уже они к концу сезона, конечно, не сделали ремонт. Они что, там бассейн построили? Или что? Надену, посмотрим. Как это топчаны, шезлонги поставили на возвышение. Да, есть бассейн. Маленький. Маленький, да. Но всё равно, если не... Холодная вода... А, их два бассейна. Если холодная вода... Можно в бассейне. Если у нас подогревом. А вот всё продумали. Всё. Или когда вот такая ситуация. Море так на несколько метров туда аж чёрное от водорослей. И вот сейчас здесь, да, неприятный запах. Всё водоросли подгнивают. Вообще, море, Максим, кажется, отсюда. Смотри, как оно отошло. Оно отошло, а водоросли остались. Прямо как будто не море, да, а болотце. Здесь прямо печалька. О, надежная! Здесь, видишь? Вообще, столько этих водорослей. Здесь люди уже и не тупаются. Рассыпались, как бусинки. На песке. Море прямо чёрное от этих водорослей прибило. Здесь уже начали строить дом, что здесь будет, или гостиница, или жилой дом. Было долгое время такая, как замороженная она. А если они построят, интересно, что будет с пляжем, с берегом. Вот так же оставят или как-то изменят. Что-то оно пришло, как в Аркадии, да? И поставили такие деревянные настилы поверх берега, поверх песка. Вот это сейчас море очень отошло. Здесь пробираемся к плитам. Здесь осторожно. Хочется вам показать красоту, мы всегда показываем, как есть. вообще здесь вот где-то на середине этих плит вода. А сейчас она... Да, зайка. А здесь раньше были куреньки, такие деревянные домики. Так было уютно. По-морскому случился пожар. Сейчас уже Одесса Кабель занял эту территорию. Так, продвигаемся. Одесса Кабель, по-моему, тоже одно из таких крупных предприятий в Одессе, которые продолжают работать, да? Это из Тальканат. Такие мощные предприятия. О, а здесь уже водичка. Смотри, какая здесь чистая. Да? Кристально чистая. Вот всегда надо, видишь, даже если где-то грязно, а береговая линия длинная, надо... Кто хочет купаться, идти искать и всегда найдешь. И здесь даже песочек, не каменное дно. Все, проходим. Аккуратно. Ты, главное, не спеши, потому что здесь камни. О, здесь все-таки хороший воздух. А! Я хочу покупаться. Да, видишь, какая водичка классная? А, ну я хочу покупаться. Мне делать. В следующий раз. Мама! Она не обвалится? Нет, под твоим весом не обвалится, но все-таки проявляй осторожность. Все, вошли на плиты. Там вдалеке виднеется пляж. Плесчаный. Пляж Лузановка. Здесь, в основном, еще рыбаки ловят рачки, видят рыбку. Акк с друга встретил. Криветки, да, ловите? Сегодня мидии, да? Криветок нет сегодня? А пока не ловите, да? Даня учит Максима, как очищать мидии. Кормят кошечку мидией. И, кстати, очень, вот я с женщиной разговаривала, очень много голодных кошек и собак. Собаки с щипами, стерилизованные. Так что, кто рядом живет, в горе желание, можете приходить кормить. Бычков наловить, нужно и кошечку накормить бычками. Как настоящий рыбак. Все знаешь. Можно идти еще достать? А? Можно идти еще достать? Нет. С прямой. И Даня вот все знают тонкости. А, вон они, подряд, подряд. Даня, там могут, они там унижаются, как унижаются. Взял маску. Назевает, а потом унижает. Ничего себе. Посмотри, что Даня делает. Ой, ныряет. А, у него глаза открытые, он видит и собирает. А, какой молодец. Что там? Медуза? А, медуза. А, медуза. Ну, у тебя глаза закрытые. Боишься, да, медуз? Это на врача и синяя. А, это ты сам наловила? Я думала, тебе папа наловила, ты только чистишь. А, ты сам ловишь, да? Да, да. Молодец. Да, да, да. Я думаю, не все, а маска. Маска. У меня место дислокации. Здесь сказали, уже мидии мелкие. Переходим на другое место. Даня уже такой завзятый моряк и пловец. Он говорит, что холодно. Выходишь, вот здесь прямо такой прохладный ветерок. Когда мы только пришли в Музану, там будет тепло, жарко, а здесь ветерок. Первый раз вижу, что здесь ребята купаются. Сюда, конечно, очень чистая такая. вот тут мы вышли на плиты вместо рыбаков. Вот здесь тоже прям ковер был из водорослей. Мы раз проходили, здесь был шторм, мы шли вот по парапетику туда, прижавшись к стенке, потому что здесь все волны заливало. Перешли на другое место. Будем смотреть здесь. Вы даже словили, а маленькие мидии выбросили. Они потом вырастут, да? Молодцы. И они потом заберут. А вы заберете. Давай, какой собран. Что это, как-то не видите. Видите, они? Мы были на пляже Большого Фонтана, и там, где плиты, было столько молодежи. А здесь на плиту крабы хорошие. Он такой засорчий. А, их не много. Бог, кто? Какие умершие, да? Какие у вас сегодня находки. И крабы, и креветки, и креветки такие маленькие. Это больше для морской поделки. А пахнет рачками. Таких много. Боже, да, нет, это там вот такая гора. Это что? А, это Папа Мидии, да? Теперь будете чистить? Какое у него здесь производство. похода, кидает, а Даня уже знает, где собирает. Маленькие мидии выбрасывают обратно. Макс участвует в процессе. Очень увлеченный, ему очень это понравилось. Это креветка мелкая. Да, креветки мелкие, мелкие. Я на самом мире по креветкам. очищаете? живого крабика. А ну покажи. Покажи. Ой, какой красивый. Он живой, аккуратно. Ага. Ой, убегает. женой. Да, он живой ингредиент. Выкинь его в море. Пошли из-за шляпки. Ой, это пеликулы. Мадеры. Мадеры. Даня, Даня, что это не я? Даня рыбакам что-то показывает. сейчас спросим, что он там нашел, выловил. А, что-то предложил. Что там было, Даня? пеликулевская. 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 А не чайка. Чего-то вспомнилось жигулевская. Пеликулевская. Пеликулевская. Здесь есть что чистить. Даня, что ты рыбаку показывал? Что ты рыбаку показывал? Червяка, да? Другая снасть. Еще терминологию надо знать. снасть. Здесь электростат и сарган есть? Я думала, только бычки здесь ловят. Нет? ловят. Кефаль, да? Кефаль, да? Кефаль, да? Нет, сейчас запрет. А, запрет на нее, да? А если ты выловил, должен отпустить? Понятно. Ясно. Кефаль, если выловишь, у нее сейчас запрет, нужно отпустить. Маленький крабик, да? Живой? Да. Ой, да. Манюнечка такая, да? О, еще ползет. Выкинь его от моря. Выброси. Только аккуратно, это его разделить, значит, просто не уйдет. Ну. У этого крабика сушеного, я поняла, о, какой запах, запах странники. Все, наловили кулек мидий, теперь уходим. Такая у нас сегодня интересная прогулка, запланированная, то есть зашла. мы проходим там, где мы начинали, где мы встретили Даню, начинали ловить мидии. Здесь вот тоже целая семья. Мама, папа и дети ловят мидии. Так что мы вам открыли место улова. Тоже уже четверть кулька наловили. здесь не с мангалом, шашлычки будут жарить. Да, здесь удобно, потому что плиты. Казанок, мангал. Мы двигаемся дальше. Пока-пока. До следующих видеопрогулок.